Журавли Один большой композитор сказал, что если бы он написал только одну песню в журавли, он бы был великим композитором. И это действительно так. Не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Каждый человек, журавль, который когда-то улетит, душой туда высоко, и там его встретят свои родные. 31 августа 89 года душа Яна Френкеля улетела вслед за журавлями. В жизни Яна Френкеля было много мистики. Он обладал даром предвидения и предсказал по крайней мере две вещи. Точное время появления на свет единственного ребенка и свою победу на правительственном конкурсе. Композитор был уверен, что из сотни оркестровок государственного гимна его вариант будет признан лучшим. Так и случилось. Все искренне удивлялись его необычным способностям. А он как-то расплакался и произнес «Больше я прогнозами не занимаюсь». Но всем своим творчеством опровергал себя самого. Это была по-настоящему настоящая музыка, высокого уровня. А с другой стороны, это сочеталось вот с такой доверительностью, с человечностью. И весь его облик, и голос, и сама мелодия. Еще в детстве Ян дал себе за рог не превращать искусство в пытку. К такому выводу он пришел, сидя в чуланчике за отцовской мастерской. Будущий композитор родился в семье простого парикмахера. С утра до вечера отец трудился в салоне, а в свободной от работы часы учил Яна игре на скрипке. Занятия проходили в соседней комнате. Когда отец слышал за стенкой фальшивые ноты, оставлял намыленного клиента и шел отчитывать сына. Ошибки исправлял подзатыльниками, а потом молча возвращался к своим заботам. Ян снова брался за ненавистный инструмент и старался больше не расстраивать родителя. Вы знаете, умный человек всегда прощает обиды. Он был умным человеком. Самым ярким воспоминанием о детстве так и могли остаться дежурная фраза отца. Из тебя ничего не выйдет и ощущение смачной пощечины. Но игру Френкеля на скрипке услышал известный музыкальный педагог Яков Магазинер. Он был восхищен юным дарованием и пригласил Яна сразу в третий класс своей школы. По его протекции Френкель вскоре поступил в консерваторию, но доучиться до конца не успел. Началась война. Летит, летит по небу Клим устал. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. В погоне за впечатлениями Френкель уехал на фронт. Хотя по состоянию здоровья мог остаться дома. Врачи обнаружили у него какую-то редкую болезнь. Были перепробованы все средства. И медики уже потеряли надежду когда-нибудь излечить вечно хандрящего ребенка. Лекарство было найдено самим Яном. Он просто сбежал от врачей на передовую. На протяжении всей своей жизни Френкель останется верен этому способу решать проблемы. Но из последней отчаянной поездки живым уже не вернется. Мы с ним были много раз за обедом. И он всегда выпивал целый стакан водки. Без всего. Просто натощак перед обедом. И больше никогда уже не пил в течение дня. То есть он говорит, откуда у вас это? Я набрала. Что это за окалка фронта? Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликаю. Всех вас, кого оставил на земле. После войны Френкель превратился в столичного жителя. Променяв Киев на Москву, он выбрал коммуналку на трубной, рутинную работу музыкальным корректором и вечную нужду. Он жил в 15-метровой комнате с соседями и горькими мыслями, где достать деньги. Подрабатывал игрой в ресторанных оркестрах, чтобы прокормить семью. Редактировал чужие произведения. Писал аранжировки к уже созданным песням. И мечтал. Я этого периода не застала. Наверное, период этот был у каждого. Человека, который молод и который приехал в Москву. Потому что это период переживания и преодоления. Сопротивления и становления. И поэтому, естественно, каждый человек, который приезжает в Москву, должен пройти эти периоды. Половину крошечной комнаты композитора занимал рояль. Казалось, инструмент был взят на прокат с единственной целью. Сделать жизнь хозяев невыносимой. Когда друзья приходили в гости, они видели двухметрового Фрэнкеля, его высокую супругу, дочку такого же роста, как родители, и огромную собаку Колли под стать всем троим. В тесноте между роялем и двумя диванами трудно было писать музыку. Он ко мне приходил, мы познакомились в Москве, встречались очень часто. И он мне говорил, что он хочет написать песню, а ни одной песни у него не было. Как ни странно, на помощь пришли коллеги по цеху. Познакомились с молодым талантливым поэтом Константином Ваншенкиным, с которым Фрэнкель будет дружить до конца своих дней и создаст с ним не одну прекрасную песню. По иронии судьбы, путевку в жизнь Яну Фрэнкелю выписали его же будущие конкуренты. Я позвонил поэту Константину Ваншенкину и сказал, что вот сидит у меня мой друг Ян Фрэнкель, что, по-моему, он может написать песню, но он в жизни ни одной песни не писал, и он хочет. Он говорит, так какие разговоры, пусть приезжают. Позвонил и сказал, что вот есть такой, странно, что ты не знаешь, что есть такой композитор, и он очень такой робкий, деликатный, ты, пожалуйста, к нему помягче, и как тут так вот. Встречу назначили в Доме литераторов. Условились занять первый столик у входа, чтобы узнать друг друга. Каково же было удивление поэта Ваншенкина, когда вместо рафинированного интеллигента до голубых кровей к нему подсел бравый гусар. И вдруг входит такой гренадер, красавец, все у него росли тогда вот так, как у Буденного совершенно горизонтально. Он мне очень понравился, но самое главное, что очень понравилась ему музыка. И завертелось. Песни слава поклонницы. Его имя узнают миллионы советских граждан, его куплеты пропоют сотни исполнителей, а он будет все так же варить себе обед на коммунальной кухне и стесняться соседей. Песня «Огонь в горячей крови» Он просто так на какие-то бессмысленные слова никогда не писал музыку. Это всегда были осмысленные, даже не тексты, а именно стихи, потому что сейчас пишут на текст, а он писал на стихи. И работал с лучшими поэтами, и общался с лучшими музыкантами, и общался с лучшими певцами. У него не было ничего проходящего. Песни Яна Френкеля быстро нашли отклик в сердцах простого народа. Их играли на похоронах и свадьбах. Они провожали в последний путь Марка Бернеса, а 20 лет спустя – своего гениального создателя. Слава к Яну Френкелю пришла, можно сказать, с черного хода. Он по-прежнему просыпался в своей коммуналке на трубной. Зато не мог и шагу шагнуть без оклика прохожих. С ним здоровалась вся улица. Его пропускали без очереди в кино, давали советы в магазинах. Вот просто такая внешность. Потому что там еще один мой ближайший друг из композиторов, Эдуард Калмановский, например, замечательный композитор тоже. Он вообще спокойно мог ходить. Порой популярность Френкеля принимала курьезные формы. Однажды после травмы плеча он был доставлен в институт Склифосовского. Врач наложил гипс и по длинному коридору повел композитора в палату. Но довести не успел. На встречу из всех дверей высыпали пациенты и стали требовать автограф. Френкель не умел отказывать и, превозмогая боль, расписывался забинтованной рукой. Это слава и популярность, это то, что следует, как тень за человеком, который многое создал и многое сотворил в этом мире. Это сестра того, что мы называем, как любовь и разлука. В него были влюблены все женщины Советского Союза. Осаждали письмами, называли его именем своих детей. Красивый и статный, он был идеалом мужчины для своих поклонниц. Нет, я не была в него влюблена как женщина, но я могла оценить его потрясающую фактуру, двухметровый рост, эти пышные, роскошные усы, эти прекрасные волосы, которые были, глубокие глаза и ум, и, конечно, талант. Слава Аяне Френкеле распространилась даже в самые дальние уголки нашей Родины. Он много ездил по стране и выступал везде, где находились желающие послушать его музыку. Исполнял свои песни сам. Сам же аккомпанировал себе на рояле. У него был прекрасный, чарующий баритон. Бывало и так, что в зале не оказывалось инструмента. В одном поселке пианино все-таки нашли, но надо было снести стену, чтобы вытащить его наружу. Пока Яна Брамович беседовал с публикой, стену дома разобрали и победно внесли инструмент в зал. Здесь отчизна моя, и скажу, не тая, здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок. Он написал много прекрасных песен, но среди них была одна, которая принесла ему всенародную любовь и известность. Песня называлась «Журавли». Если бы он написал песню, только одну песню, «Журавли», он бы был великим композитором. И это действительно так. 31 августа 89-го года душа Яна Френкеля улетела вслед за журавлями. Многие песни свои он пел лучше, чем кто бы то ни был из исполнителей. И очень большие концерты он давал просто один. Но сам Ян Френкель понял, что знаменит только после одного забавного случая. Однажды, слушая симфонию Евгения Светланова, «Калина красная». Его поразила в чужом сочинении своя собственная тема. В лицензиях утверждалось, что в музыкальной поэме цитируется народная песня. «Калина красная», «Калина вызрела», «Я у залёточки характер вызнала», «Характер вызнала», «Характер ой какой я не уважила», «А он ушёл с другой». На самом деле автор у песни был. Его звали Ян Френкель. Добиться такой фольклорности удаётся не каждому музыканту. Френкелю удалось. Он ввёл в заблуждение не только Светланова, но и сотни ресторанных оркестров. До сих пор конференция объявляет эту песню. Слова и музыка народные. И вот у него песня, я считаю, самое главное – это соединение профессионализма очень высокого музыкального и демократизма такого, естественности, которая ему присуща. Естественности у Яна Френкеля было не занимать. Став одним из мэтров советской эстрады, он не изменил себе. И на банкетах часто говорил открыто и резко. За это не все его любили. Но при этом никогда не отказывались от его помощи. В кабинетах больших начальников он просил за других. И эти хлопоты по инстанциям не могли не сказаться на его здоровье. Не прошёл Ян Френкель и мимо синематографа. Свои самые лучшие песни он отдавал именно в кино. Режиссёр Эдмонд Киасаян, зная эту его особенность, предложил поработать над второй серией о неуловимых. Результат превзошёл все ожидания. Буквально в считанные дни Френкель пишет «Погоню» и «Русское поле». «Погоню» и «Русское поле» «Погоню» и «Русское поле» «Русское поле» «Русское поле» В какой-то момент Ян Френкель понял, что был на волоске от провала. Он придумал музыку, когда слов ещё не было. И если бы поэтесса Инна Гофф написала «Море, чёрное море» или «Доля, горькая доля», судьба песни могла сложиться совсем по-другому. Самый главный его талант был в мелодии, в лирике и в том, что он умел после себя доставить такие песни, как «Русское поле», как «Журавли», как этот старый старинный «Вальсок». Песню в фильме исполняет «Белый иммигрант», что опять же чуть её не перебило. Когда музыка стала доноситься из всех репродукторов, послышался ропот, как можно слушать куплеты белогвардейца. Но народную любовь нельзя было, выключить, как радиоприёмник. Но песня, она неувидаемая, потому что есть разряд песен, которые всегда останутся на века в памяти людей и всегда будут составлять ту самую песенную классику, о которой мы говорим так часто, так много. Произведения Фрэнкеля так сильно любили, что это вызывало у высокого начальства какие-то нехорошие опасения. Так вышло с легендарными журавлями. Политбюро ЦК КПСС серьёзно ставило вопрос, запрещать журавлей или нет. И даже передали дело на рассмотрение лично Брежневу. Леонид Ильич подумал и написал резолюцию. Исполнять можно, но не часто. На том и порешили. Одна песня журавли, о чём она говорит и какое она имеет значение для людей. За столом, на стадионах, на торжественных маршах звучат журавли. неувидаемая песня. Для первого исполнителя Марка Бернеса журавли оказались лебединой песней. Фрэнкель знал, что скоро умрёт и вложил в музыку все свои мысли о жизни и смерти. В конце жизни Ян Фрэнкель тяжело болел. Врачи обнаружили у него рак и он часто лежал в госпитале. В августе 89-го композитор понял, что дни его сочтены. Но решил в очередной раз обмануть себя и своих близких. Он снова убежал от своих проблем и серых больничных будней. На этот раз в Латвию, на Рижское взморье. И там умер. Его привезли оттуда, так же, как Андрюшу Миродова на машине его тело. Его величайший талант это дар свыше. Но он жил, горевал, ошибался, радовался победам так же, как все мы. Может быть, чуточку больше, проникновеннее, с надрывом или просто по-своему. Субтитры сделал DimaTorzok